Ни в отце! Ни в супруге! Взгляни! Злу не укрыться от священного огня! Огонь осветит его! Сожжет! Очистит! Огонь осветит! Сожжет! Очистит! Узрите! Все пламени милосердия! А тебе, Выродок, особый костер. Ты будешь гореть медленно и молить о смерти всеми голосами Срацу, как все боицы. Я не сделал ничего дурного! Ничего! Я просто хотел жить, как Вы! Помогите, люди добрые! Кот! Это ж Доплер! Надеюсь, Дуду ему не попался. Данные Доплеры смердятся и все, что вы не вставали! Чародейка. Чародейка. Такая... Довольно заглядеть. Эй, ты! Проваливай отсюда! Мы с этим домом работаем. Меня ваша добыча не интересует. Мне нужна чародейка, которая здесь жила. И ты думаешь, мы в это поверим? Да. Должно быть залегла в какой-то норе, как все остальные. Кто может знать, где она скрывается? Я бы её поискал в Гнилой Роще. Гнилая Роща. Интересное название. Гнездо отбросов из страшилищ. Порядочного человека там не сыщешь. Поэтому ты решил, что моя знакомая там? Я никого не хотел обидеть. Где эта Гнилая Роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие и всякие чудные ошиваются. Тебе там самое место. Может и так, только я не знаю, где это. Говорят, туда можно дойти по каналам, которые выходят где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну или нищих поспрашивай. Или найди вора и выследи его. Поговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про Гнилую Рощу знают. Значит, здесь у нищих свой король? С короной, со скипетром? Зря смеешься. Это прозвище, понятное дело. Только с королем этим каждый в Новиграде считается. И ты поосторожнее. В Рощу даже Менге не суется. Кто меня звал? Чего хотел? Менге. Храмовая стража. Взять это воровское семя в комнату дознания. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки. Так по-твоему, их имущество можно грабить? Но магии и чародейки вы не законом. Но их скарб – забота храмовой стражи. А Новиград – город законопослушный. Ты знаешь, что нетопырь чует мотылька за миром? Здесь дело не в чутье, а в слухе. Надо же, и в нетопырях ты разбираешься. А я думал только в монстрах. Как нетопырь чует мотыльков, так и я чую чудовищ. В Новиграде нет места таким, как ты. Я слышал, что Новиград не место для магов и чародеев. Теперь ты говоришь, что он не для ведьмаков. И для кого он тогда? Для праведных людей, исповедующих единственно истинную веру в вечный огонь. Пока я не могу тебе ничего сделать. Но я знаю, что ты здесь. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Я буду первым, кто об этом узнает. И тебя отправят на дознание. Как каждого магического выродка, который набрался наглости марать наш город. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует... 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 Что? Гроза, мать ее. А ты любопытный. Да, очень неприятная черта. Понимаю, что Союнос не в свои дела, но я должен попасть в гнилую рощу. Это место для тех, кто в теме. А какие наши гарантии, что ты не на сядка? Мое слово. Златоуст, сука, выискился. За дурилку меня держишь? Держи, суку! Валить, суку! Ты уже спокойнее! Ну давай, сука! Ну-ка вместе! Где, юблюдка? Хорошего понемножку. Перестань! Хватит! Я только выполнял приказы! Я задаю простой вопрос. Ты просто отвечаешь. Где гнилая роща? В квартале у шлюх. В переулке. У ворот стоит шухарной. Скажешь ему пароль, он тебя впустит. Какой пароль? Старая чушка плодела под свинков. Видишь? Можешь же, если хочешь. Ты себя прилично, приблуда. Это Новиград, а не твоя долганная пища. Ну вот, еще и дождь. Вечный огонь ведет нас. Как же это тебя, стража, в город допустила? Говорят, война проходит в левую рощу. Почему? Жу! Открывай! А ты кто? И чего здесь хочешь? Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые зенки, два меча. Видится мне, что ты мутант-убийца. Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль, ходишь даром. Не знаешь, платишь налог на нашу рощицу. Старая чушка плодила под свинков. Добро пожаловать в нашу рощу, брат. Что тебя беспокоит? Я на один глаз могу тебе беспокоить. И там... Смотри, что я нашел, мама. Благодарю за нашу предприятие. Хорошо. Наверное, пора кое-что прояснить, черотейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Геральт? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак. Твои шпионы донесли тебе, что я ищу гнилую рощу? Если бы я не держал руку на пульсе, рыбы давно бы жили в моих глазницах. Кроме того, гнилая роща — обидное прозвище для нашего пристанища. Храмовая стража терпит ваше пристанище? Скажем, она ценит вес новиградских крон. Мне показалось, менги не купишь. Купить можно любого. Только менге стоил бы мне целого состояния, это верно. На счастье, у него есть офицеры, а они всего лишь люди. Иногда они болеют. Иногда хотят развлечься. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы. Далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет — это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовиц со своими охотниками-заколдуньями подергивает. Мнимая власть меня не интересует. Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындеж про святость Вечного Огня хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад паленого человеческого мяза. Но когда-нибудь люди поймут, что Вечный Огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей. А прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одни, потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Мерригольд пойдет на службу Новиградскому королю нищих, я бы не поверил. Полгода тому назад Трис Мерригольд рассталась с близким человеком и должна была начать все сначала. Все вышло не так, как я мечтала. Идем, посмотришь, как выглядит моя жизнь. Белые полосы и результат операции в пути испытания драта. Госпожа Чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важно. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать? Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так. Иду я с мешком вдоль канала, смотрю. А тут прямо навстречу мне выходят трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди, у меня полный мешок магикалий, а эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он небось на дне. Повезло еще, что он утонул. Так что поищи, думаю, он найдет. Предлагаешь мне заплатить? А потом нырять в ледяной вонючей воде? Где ты выбросил сверкать? Рядом с журавлем. У второго мостика от порта. Не ожидал и такого самопожертвования. Я все равно хотел сверлиться. Пойдем. Стойте. Слышите? Это за нами пришли. И раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защемил. И ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но... Выходите-ка лучше каналами. Через подвал. Береги себя, умник. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чародеи прибывали сюда толпом Думали, что спрячутся здесь от палача Миродовида Но, как оказалось, попали из огня до пудни Новиград стоит на деньгах Адлик Где-то здесь и должен быть Сверток Если умник ничего не напутал С тех пор, как его допрашивал Менге У него началась мания преследования И что-то вроде склероза Думаю, Сверток снесло к морю Я проплывусь в сторону Порта Поплыли вместе? Спасибо Как-нибудь в другой раз Ты не знаешь, что теряешь Там полно прогорклого масла По-моему, оно прекрасно действует на кожу ПО-моему, я тепло Ну как, нашел? Или промок понапрасну? Как это понапрасну? Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. Вижу, ты в своей стихии. Ты еще помнишь, в чем заключалась моя стихия? Пол года срок небольшой, а с полирозом я не страдаю. Амнезия у тебя была? Я все вспомнил. Полностью. Это хорошо. Теперь никто не сможет себя использовать. Меня кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. А, привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придешь ни одна. Тебя это смущает? Ради вечного огня нет. Я просто удивился. Вдвоем вы справитесь в два раза быстрее. С виду вы настоящие мастера. Ну, хватит разговоров. За работу. Трис, ты обговорила с господином Брандоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брандон и компания — серьезная фирма. У меня самые большие склады зерна. Мне не слишком нравится, когда купец прибегает к грубой лесте до окончания работы. Это не лесть. Я констатирую факты. Я тоже. Тебе придется заплатить ей вперед. Ох, боюсь, это невозможно. Тогда сам гоняй своих крыс. Теперь понимаю, зачем она тебя взяла. Ладно, вот вам 300 новиградских крон. В знак моего доверия. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс. Я займусь одной половиной комнаты, а ты другой. Ищи любые следы крыс. Я понимаю следы Монтикоры, но следы крыс... Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в Королевском Совете. Но моего короля убили. Ищи щели. Выходы. Так, мы расставим ладан, а что потом? Я наложу заклятие, и крысы уйдут. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать красивый помет. Я все. Тогда готовься к магическим фермерам. Сейчас я подожгу ладан, и у нас будет минутка поговорить. Да. Теперь подождем, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами, и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Для них было слишком темно. Ну, так как тебе мое житье-бытье? Я проделала немалый путь от советницы короля Тимири до Крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... Смиревшейся. Я боялся встретиться с тобой. Думал, это будет неприятно. Полгода назад мы сказали друг другу все. Я не хочу к этому возвращаться. Я не возвращаюсь. Просто одно дело говорить, другое делать. Мы решили, что останемся друзьями. Я надеюсь, этого ничто не изменит. Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? У меня все в порядке? Это хорошо. А что именно тебя интересует? Не важно. Я уже все поняла. Ну вот, пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать. Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Это ловушка. Мне эта история сразу не понравилась. Если эти ребята собрались помочь нам с крысами, они опоздали. Мы уже сделали работу. Не зря ты заплатил заранее. Я заплатил заранее, потому что знал, что вернул себе свои деньги. Так теперь выглядит жизнь чародеек в Новиграде. Вижу, и мне это не нравится. И вот, что я предлагаю. Пускай господа охотники как пришли, так и уходят. Они этого не сделают. Ладно, поговорили. Делайте, что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына. Вот и я так думаю. Убейте их, Уда. Обойдем. Что? Нарывай, сука! Аааааа! Братись в руку сторон. Этот ублюдок нанял, знаешь, что не будет мне платить. Меня обманули как дитя мамы. Если бы не ты, надо найти Бран. Нет, не убивайтесь, сударь. Они меня заставили. Если бы я не сказал, они бы спалили мне дом и лапку. Охотники на колдуньей жалости не знают. Пощадите меня, добрый человек. Не уподобляйтесь этим кровопийцам. Заткнись. Надо бы убить тебя. Но польза от твоего трупа будет только чайка. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас же. Хорошо. Вот. Вот вам. Вот деньги. Петелька, пошел отсюда. Спасибо, Гералька. Тебе пора менять компанию. Чародеи бывают куда хуже. Ты знаешь, я все думаю, кто бы нам помог с Цири. И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна она и романтка, Карина Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец – богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь сама? У меня еще осталось пара дел. Очередной склад с крысами? В любом случае, ничего приятного. Такие уж времена. Рад был снова тебя увидеть. И я, Гералька. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в Обрезке, за рыбным рынком. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания.